This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Коллеги, добрый вечер всем еще раз. Приветствую всех, кто сейчас на связи онлайн, ну и тех, кто будет смотреть этот семинар в записи. Тема нашего сегодняшнего семинара – ручной и автоматический режим планирования задач Project Professional. И этот семинар, он рассчитан на 45 минут, ну то есть такая обычная академическая 45-минутка. То есть вот мы в 18.30 начинаем, и до 19.15 у нас время есть на то, чтобы разобраться с этой темой и ответить на все вопросы. В конце семинара я расскажу о том, как в принципе осваивать материалы по Microsoft Project, как изучать эту тему. Кем мы не знакомы, меня зовут Павлова Елена, я преподаватель учебного центра специалист по направлению управления проектами. Занимаюсь управлением проектами с 2001 года, и практически с того времени от нас проектный офис требовал создания, составления графиков проектов в Microsoft Project. То есть я работаю с программой с 98-й версией. Много всего прошло через мои руки. Вот такой один из самых тектонических и существенных сдвигов изменений в функциональности программы. Это как раз был вопрос появления вот этого ручного режима планирования задачи. И именно об этом мы сегодня поговорим. Тема не сложная, но важная. И тема этого семинара, она рассчитана... Да, Виктория, звук должен быть. Коллеги, скажите, пожалуйста, вот Виктория пишет, что звука нет. А кто-то меня слышит? Дарья, слышно, спасибо большое. Сейчас тогда дайте мне секунду, я напишу Виктории, чтобы она просто переподключилась. Слышим. Вот, Александр, спасибо большое. Ага. Да, тема этого семинара, она рассчитана на тех, кто, может быть, только начинает работать с программой и хочет начать правильно все делать, потому что правильно – это залог успеха в расчетах проекта. Вот вчера говорили с одним из руководителей проектов, и такая извечная тема. Любая ошибка в графике проекта может очень дорого стоить, в конце концов, всем, кто участвует в этом проекте. Потому что где-то мы ошибемся, возьмем на себя обязательства, которые невозможно выполнить, ну и это, в конце концов, ничем хорошим не закончится. Нам надо, чтобы у нас все расчеты выполнялись правильно, и, собственно, начинается планирование проекта как раз с планирования состава работ. И от того, в каком режиме мы запланируем задачи, насколько осознанно мы будем пользоваться ручным автоматическим режимом планирования, зависит очень многое на проекте. И основа плана проекта, вот тот иерархический скелет, на который мы будем нанизывать всю остальную информацию по проекту – это как раз задачи. Вот эти задачи, они планируются или в ручном, или в автоматическом режиме. Собственно, всю эту тему семинара мы будем рассматривать не на слайдах и не на картинках, а в проекте. Поэтому я перехожу в саму программу и давайте посмотрим, что с ручными, с автоматическими задачами есть в интерфейсе Project Professional, вот современной версии, современного выпуска. У меня Project 2019 и редакция Professional. Здесь у меня запланирован такой небольшой, нехитрый проект. Это проект, ну, он очень условный, эталонный, синтетический кейс – запуск нового продукта. И устроен этот проект несложным образом. Есть стартовая веха, принятие решения, которое ориентировано на 7 апреля. Есть финальное веховое контрольное событие, расчет по которому сейчас дает дату 1 июня. Ну, то есть, если мы 7 апреля начнем, мы вот к 1 июня успеем выполнить все запланированные работы. И, собственно, иерархический состав работ и хронологическая последовательность этих работ. Вот иерархия работы, состав работ тоже несложные. Общее входящее условие – разработка общей архитектуры. Задача, которая запланирована на 2 недели, 10 рабочих дней. И после этой задачи, сразу от нее, начинается разработка модулей. Вот первый и второй модули. Первый и второй модули, они по структуре работ устроены одинаково. В обоих модулях предусмотрено проектирование, производство и тестирование. И выходная веха – модуль свершен. И во втором модуле тоже самое, тоже проектирование, производство, тестирование и веха. Ну и, соответственно, модуль завершен 1-й, 12-го мая по этим расчетам, а второй – 18-го мая. Вот, собственно, так карта легла на этом проекте. И сейчас все задачи в этом проекте запланированы в автоматическом режиме. Собственно, когда-то давным-давно проект создавался для того, чтобы можно было открыть программу и рассчитать с учетом большого количества вводной информации, входящей информации по проекту, рассчитать вот эти даты. То есть мы все время будем обращать внимание на даты. Начало 7 апреля, окончание 1 июня. И проект рассчитывает эти даты, рассчитывает и успешно обновляет, если у нас что-то меняется. У нас, собственно, откуда взялся сейчас расчет этих дат? Он взялся из хронологической последовательности операции, что в каком порядке, что зачем, какие работы можно параллельно запланировать, какие последовательно по технологии нужно и планировать, и выполнять в конце концов. И из длительности. Длительности – это тоже, в свою очередь, производные от объемов работы, от производительности ресурсов. Ну вот мы знаем эту информацию о нашем проекте и считаем, что проектирование первого модуля – это 4 дня, проектирование второго модуля – 5 дней. Нам эту информацию дали технические эксперты, которые разбираются в том, сколько там работы и какое время эта работа займет. И если у нас что-то поменяется на этом проекте, в том числе во время планирования, мало ли что у нас может быть. Может быть, у нас заберут какие-то ресурсы, которые изначально были выделены под этот проект, исходя из которых мы рассчитывали это расписание. Или, может быть, у нас объем работы увеличится. Что бы то ни было, может быть, у нас просто график рабочего времени, календарь поменяется. Проджект будет обновлять даты по этим задачам. То есть если где-то вот в промежутке, на которой мы запланировали этот проект, ну, например, добавится какой-нибудь один выходной, мы уже получим расчетную дату окончания проекта не 1 июня, а 2 июня. Ну и то же самое будет происходить, рассчитываться, обновляться будет дата окончания проекта, ну и, соответственно, даты начала окончания всех задач. Если с какими-то отдельными работами что-то будет происходить, если, например, общая входящая задача, разработка общей архитектуры увеличится по длительности, не 10 дней, а 12 дней, например. Вот мы перепланировали буквально одну задачу и видим, это видно, ну, наверное, и вам тоже на моем экране видно, голубая подсветка, такая голубое выделение. И, соответственно, пересчитались, собственно, все даты по всем задачам, которые зависят от этой общей архитектуры. И, соответственно, обновились все даты. На 14 мая попадает первый модуль, на 20-е второй, на 3 июня попадает срок окончания всего проекта. И, собственно, ради этого мы проекты открывали для того, чтобы можно было вот так вот с учетом наших каких-то новых вводных обновлять эту информацию, все время видеть, что происходит с нашим проектом и не взять на себя какие-то лишние обязательства. Так в проекте было всегда, есть и будет в автоматическом режиме. В этом основной смысл автоматического режима планирования задач. Но однажды в Microsoft накопилась такая приличная статистика обратной связи от пользователей о том, что так можно не всегда. Не всегда изменение времени выполнения каких-то работ на проекте неизбежно приводит к пересчету сроков, ну, собственно, как вот мы сейчас видели практически всех задач. Могут в составе работ быть такие задачи, которые не должны обновляться. Они не должны спокойно, свободно перепланироваться так, как это реализовано в автоматическом режиме. По каким-то причинам, неизвестным проекту, эти задачи должны быть просто пришиты к шкале времени, они должны быть прибиты гвоздями к своим датам. Потому что, возможно, эти даты продиктованы, ну, допустим, какими-то законодательными требованиями. Или, допустим, у нас по датам, по отдельным задачам уже подписаны договоры, например, с какими-то внешними исполнителями, внешними подрядчиками. И, соответственно, эти даты, ну, так легко и непринужденно, они не должны изменяться. И поскольку такой обратной связи от пользователей поступало много, Microsoft в очередной версии, в одной из версий, это был Project 2010, вложились в разработку новой функциональности вот этого ручного режима планирования. Собственно, он уже в Project тоже существует давно, уже 10 лет мы работаем с этим ручным режимом. И все еще даже для опытных пользователей он не всегда и не на 100% предсказуем. И давайте представим себе, что, допустим, вот в этом проекте он вернулся в исходное состояние. То есть я возвращаю там архитектуру в 10-дневную длительность. Допустим, не все работы мы будем выполнять внутренними ресурсами. Например, для выполнения каких-то работ мы будем все-таки привлекать внешних подрядчиков. Вот, допустим, разработкой общей архитектуры, проектированием модулей, тестированием, испытаниями мы будем заниматься на нашей стороне. А, например, производство, как это очень часто бывает, производство мы отдаем, ну, допустим, каким-то внешним исполнителям. И по этой причине переводим оба производства в ручной режим планирования. Планирование вручную. Как это вообще в принципе можно сделать и как это можно увидеть? Ну, во-первых, в проекте любые задачи могут существовать в любом режиме и сколько угодно раз этот режим можно изменять. Можно создать задачу в авторежиме, перевести в ручной, потом снова вернуть в авторежим, потом снова в ручной режим. И так делать до тех пор, пока задача не будет на 100% выполнена. Ну, собственно, 100% завершения, задача осталась в прошлом, вот тогда уже режим планирования менять не актуально. А до этого, вот, пожалуйста, два производства в ручном режиме. Как вообще в принципе изменяется режим планирования задач? Очень часто ошибочно пользователи смотрят вот сюда в левый нижний угол в то, какой режим установлен для новых задач. Здесь действительно можно для новых задач переключаться из ручного в автоматический режим. И, в общем-то, здесь Project нас тоже предупреждает о том, что автопланирование – это когда даты вычисляются программой, а планирование вручную, даты не обновляются автоматически. Вот сейчас мы увидим, что такое не обновляется автоматически. Но дело в том, что в какой режим бы мы не переключились, вот здесь в строке состояние, у нас это никак не отразится на имеющихся задачах, это отражается только на новых задачах, которых пока еще в составе работ нет. Ну, то есть, вот новые задачи мы будем добавлять в ручном режиме, а эти, как были автоматическими, они такими и остаются. Поменять режим уже имеющихся задач можно, ну, еще примерно миллионом способов. Можно это сделать вот в столбце режим задачи, это такое простое свойство. Этот столбец отображается в Project по умолчанию, и, собственно, там невозможно не обратить на него внимание, потому что здесь все пиктограммками. Для таких автоматических задач это пиктограммка обновляемого отрезка, а для ручных задач это пиктограммка скрепки. То есть мы вот этой скрепкой прикрепили задачу к датам. А еще это можно сделать, например, с помощью ленты на ленте, две большие кнопки, там, планирование вручную, автопланирование, если надо массово, допустим, в какой-то режим перевести задачи. А еще это можно сделать в контекстном меню, если выполнить правый клик. А еще можно зайти чуть поглубже в свойства задачи, ну и так далее. То есть много-много способов. Вот мы перевели два производства в ручной режим планирования. Что мы видим? Мы видим, что какие-то предварительные наши расчеты по этим задачам, они никуда не делись. Ну, то есть это по-прежнему там длительность, это по-прежнему даты начала, окончания задач. Единственное, может быть, так, если присмотреться к графику, немножко поменялся внешний вид отрезков. Они перестали быть голубыми ленточками и стали бирюзовыми. То есть просто оттенок поменялся. Но судьба у проекта изменилась практически полностью. Потому что если у нас теперь что-то пойдет не так, ну, например, с той же разработкой общей архитектуры, мы увидим совершенно другую картину. Вот можно представить себе, что, допустим, наш архитектор, на которого мы рассчитывали, у нас сегодня, пускай так и будет, 10 марта. Вот мы с апреля собираемся заниматься этим проектом. И вдруг нам сообщают, что тот архитектор, который был выделен под проект, он пошел на повышение, и нам для этого проекта подтвердили другого архитектора. А это другой человек. Может быть, он вообще стажер. Может быть, он только пришел на работу, ему надо какое-то время сориентироваться. Мы, в принципе, с ним первый проект будем делать. А вот он посмотрел на оценки объемов работы, на оценки времени выполнения этой задачи, и говорит, ну, я не успею за 10 дней разработать эту общую архитектуру. Мне надо не две недели, а хотя бы недели три. Три недели в днях – это 15 рабочих дней. Что мы делаем? Мы меняем длительность разработки общей архитектуры на 15 рабочих дней. Мы видим, как у нас изменяется время выполнения этой задачи. Но время всего проекта, ну и, собственно, вот эти промежуточные вехи, они как были, так и остались на месте. Они остались на прежних датах. Почему так? Да, и, собственно, какой смысл стоит за этим? Да потому что у нас производствами, вот этими двумя-двух модулей, занимаются внешние исполнители, какие-то внешние подрядчики. И мы с ними на определенные сроки уже подписали договоры. То есть вот они там с 27 апреля и с 28 апреля собираются начинать заниматься вот этими нашими работами, нашими задачами. И от того, что у нас поменялся архитектор, даты в договорах сами по себе не поменялись. И мы должны видеть вот этот вот конфликт, эту ошибку, которая возникает. Как мы эту ошибку можем увидеть? Что вообще должно привлекать внимание пользователя? Ну вот даже не глядя в таблицу, если просто на график посмотреть, можно увидеть, как изменился внешний вид этих отрезков. У них появился такой пунктирный контур. Ну, если знать, что он там есть, можно обратить внимание. Такие немножко ощетинились вот эти отрезки, съежились. Вот. Но посмотреть, собственно, увидеть эту проблему можно в таблице. Потому что у проекта есть свои средства привлечения внимания пользователя. И вот мы видим, что по этим двум задачам даты окончания подчеркнуты красным. Он также, как Word, подчеркивает орфографические ошибки. Также Project в данном случае подчеркивает ошибки планирования. Если поднести, например, вот курсор к этой проблемной дате, Project сообщает, что, возможно, какая-то проблема планирования. И есть варианты решения. Да, и Word предлагает варианты исправления орфографии. И Project, он тоже предлагает, как эту проблему можно решить. Но тут надо сказать, что в Project решить эту проблему сильно просто. Вот прям буквально в пару кликов это можно сделать. Проблему, конечно, надо решать в жизни. То есть что надо сделать? Надо позвонить вот этим вот двум подрядчикам, которые будут заниматься производством. И запросить перенос дат по договору. Переподписать договор. Поехать и переподписать эти два договора с этими двумя подрядчиками. А потом уже возвращаться в Project и обновлять вот эти даты. Что можно сделать? Что вообще предлагает программа для решения этих проблем? Если все-таки по рекомендации Project выполнить правый клик, можно посмотреть вверху все три варианта в контекстном меню. Ну, во-первых, можно просто пропустить проблему для задачи. Потому что когда-то это может не быть проблемой. Но если это все-таки представляет собой проблему, то есть мы просто не успеем сделать свою работу и так, чтобы подрядчики приступили в прежние даты к выполнению работ, тогда надо выбирать один из вот этих вариантов. Либо исправить в инспекторе задач, либо соблюдать связи. Собственно, инспектор задач, он будет тоже предлагать соблюдать связи. И инспектор задач, и соблюдение связей можно и без правого клика открыть прямо с ленты. Вот на ленте команда «Проверить» на вкладке задачи – это инспектор задач. А просто вот такая кнопка в группе команд «Планирование соблюдать связи» – это без инспектора прямое обращение к расчету дат по задаче. Ну, собственно, в глаза инспектору хотя бы однажды нужно посмотреть, поэтому вот команда «Проверить» и открывается слева панель инспектора. Это отдельная панель, которая в проекте всегда была, просто статус и должность менялась. Когда-то это был просто консультант, когда-то это мастер, а вот в случае с ручными задачами это прям инспектор. И этот инспектор, он анализирует выделенные задачи. Сейчас у меня выделена одиннадцатая строка, соответственно, инспектор показывает проблему для этой одиннадцатой задачи. Если выделить десятую проектирование, то у десятой задачи никаких проблем нет. Десятая, она обновилась в связи с тем, что разработка общей архитектуры сейчас задержана. Вот, а если выделить там любую шестую, одиннадцатую задачу, то инспектор красным шрифтом отчет выдает о том, что, возможно, эту задачу придется начать там на пять дней позже. И предлагаю два варианта. Можно эти задачи вернуть в авторежим, и в авторежиме даты обновятся, и, соответственно, рассчитается дата окончания проекта. Или выбрать вот эту команду, это она же, соблюдение связи. Это, собственно, один и тот же результат нам даст выбор этих команд. И, ну, можно попробовать, допустим, первое производство, выбрать команду соблюдать связи при условии, что мы все-таки переподписали договор с подрядчиком. Что мы увидим? Мы увидим, что для этой ручной задачи даты обновились, дата окончания проекта пересчиталась, но она как-то пересчиталась не сильно. С первого на второе июня сместился срок проекта. Почему? Потому что первый модуль, коротенький, он не лежит на критическом пути, и он не единственный определяет срок окончания проекта. До тех пор, пока мы не перенесем самое длинное производство, то, которое тоже влияет на срок окончания проекта, мы не рассчитаем реально дату, когда этот проект закончится. Но то, что мы выбрали соблюдение связей, оставило задачу в ручном режиме, она по-прежнему ручная, но даты по этой задаче обновились. Соответственно, можно такое же действие выполнить и для второго модуля, тоже выбрать команду соблюдать связи, и вот теперь уже все-таки рассчитать такую настоящую дату окончания проекта, с учетом того, что переносить надо оба производства. И вот, собственно, это и будет предлагать инспектор задач. И можно его закрыть, потому что команда соблюдения связи есть на ленте, и представить себе, что, допустим, на той же разработке общей архитектуры что-нибудь еще пошло не так, ну тоже мало ли, да, может быть, этот архитектор, который молодой стажер, еще раз переоценил все свои возможности, все объемы работ, может быть, он обнаружил какие-то дополнительные объемы работ и сообщил, что для разработки общей архитектуры надо еще больше времени. Ну, то есть и не 10, и не 15, а 20 дней, да, и что будет происходить в этом случае? Мы увидим абсолютно такую же картину, то есть все то же самое, все автоматические задачи смещаются, а дата окончания проекта не пересчитывается, потому что обе ручные, они остались на месте, и с обеими этими ручными задачами опять нужно сначала решить проблему в жизни, то есть еще раз позвонить этим исполнителям, еще раз съездить к ним, еще раз переподписать эти договоры, если это возможно, потому что не всякий исполнитель готов вот так спокойно на неделю, на две переносить срок работ, потому что понятно, что любая компания планирует собственные производственные мощности, и они не могут так реагировать на какие-то наши изменения, но если могут, мы опять можем что сделать? Выбрать вот эту команду, соблюдать связи, еще раз пересчитать дату окончания проекта, и так будет до тех пор, пока у нас эти задачи не будут выполнены на 100%, пока мы полностью не закроем вообще этот проект, ну по крайней мере вот эти два производства. Нам все время придется возвращаться к этим задачам, что такое ручной режим планирования, это задачи, которые нужно держать на ручном контроле. Вот в Project есть вот это средство привлечения внимания пользователя, красное подчеркивание, но при больших объемах данных, если там будет не 16 строчек, как у меня, а там 2000 строк, то, конечно, нужно понимать, как быстро видеть эти проблемы, решать эти проблемы в жизни, и потом решать их в Project. Можно, конечно, вернуть эти задачи в автоматический режим, и все будет обновляться как положено, но мы тогда не увидим вот этот конфликт, не увидим эту проблему того, что наши подрядчики не могут в подписанные сроки приступить к работе, потому что у нас что-то поменялось. Более того, если оставить все-таки эти два производства в ручном режиме, у нас ведь с разработкой общей архитектуры может не только в худшую, но и в лучшую сторону измениться ситуация. Может быть, к нам вернулся наш прежний архитектор и сказал, что он все-таки за две недели сделает эту работу. Что будет с ручными задачами, если в меньшую сторону сократить сроки проекта? Хорошо видно на этом примере, как два автоматических проектирования, они пересчитываются, а срок окончания проекта, как был 15 июня, при вот этих увеличенных сроках производства. Такая дата окончания проекта и осталась. И проблема в том, что здесь нет никакого красного подчеркивания. Почему? Потому что пока у нас в худшую, в большую сторону увеличивалась архитектура, проект видел в расчете дат по задачам конфликт между предыдущей частью графика и с условием всех хронологических последовательностей вот этих ручных задач. А сейчас этого конфликта нет. Ну то есть, что говорит хронологическая связь между задачами? Что производство нельзя начинать до тех пор, пока не завершено проектирование. Проектирование не начнешь, пока не закончится архитектура. Но сейчас это условие соблюдается. Вот в чем проблема. И вот этот момент вообще очень легко пропустить так глазами. И один из основных вопросов, которые возникают вот в контексте ручного режима планирования задач, это вопрос о том, зачем они вообще нужны, эти ручные задачи, если за ними все время приходится следить, все время возвращаться, отслеживать, ну вот те, кто управляет проектом на критическом пути. Мы эти темы обязательно разбираем на наших курсах, что такое критический путь, что такое общий временной резерв, куда все-таки смотреть, где видеть вот эти проблемы, которые создают ручные задачи. Вот те, кто управляет критическим путем проекта, они регулярно задаются вот этим вопросом, зачем нужен ручной режим планирования. Ну зачем? Вот за тем, чтобы можно было вот эти конфликты отслеживать и можно было их вовремя решать в жизни и вовремя потом устранять в проджекте, смотреть, как рассчитываются новые сроки по проекту, по всем задачам, дата окончания всего проекта и так далее. И на этом особенности ручных задач, ручного режима планирования, они не заканчиваются. Можно, вот допустим, оба производства вернуть в автоматический режим и обсудить еще вот какой вопрос. Что будет, если в ручном режиме будет запланирована не отдельная операция, а суммарная задача? То есть вот на предыдущем примере мы видели, что ручные задачи, ну если так по-правильному обобщить, ручные задачи – это задачи, которые игнорируют хронологические зависимости. Они просто не обращают внимания на хронологические зависимости, они пришиты к датам и все. В лучшем случае мы увидим, ну не в лучшем, в худшем случае, мы увидим конфликт вот этим красным подчеркиванием. А если, следующий вопрос, да, а если вот в ручном режиме будет запланирована, например, какая-то суммарная задача? Это может произойти даже независимо от желания пользователя. Он просто взял, поменял какую-то дату, поменял какую-то длительность у суммарной задачи, да, вот не 16, а 18 дней я поставлю. Видите, как проект сразу переводит суммарную задачу в ручной режим. Что тогда, да, ну вот если все-таки вернуть, как положено, вот эти длительности, вроде бы кажется, что ничего страшного с этими суммарными задачами не происходит. У них, в принципе, нет никаких связей, никаких предшественников, последователей, никакие стрелки в эти суммарные задачи не прилетают. Но у нас же может быть, ну опять же, что-то пойти не так вот с подчиненными задачами, теми, которые по иерархии относятся к первому, ко второму модулю. Ну, например, у нас, опять же, может, допустим, вырасти длительность этих задач. Они-то автоматически, они-то сами по себе рассчитаются. Я вот проектирование, например, увеличиваю в два раза, я вижу, как у меня изменяются, там изменяются даты, изменяется дата окончания проекта. Но второй-то модуль суммарный, он в ручном режиме запланирован, поэтому во втором модуле сейчас в дате окончания, опять же, появляется вот такое красное подчеркивание. Но это красное подчеркивание возникает не потому, что сейчас проигнорирована хронологическая связь. Сейчас хронологические связи все соблюдаются. Сейчас проигнорирована иерархическая связь между вот этим суммарным агрегатором, вторым модулем и всеми подчиненными элементами. И что здесь предлагает Project? Если сделать правый клик, то исправить в инспекторе задач или перейти в режим автоматического планирования. Но если все-таки чуть поглубже зайти в инспектор, он здесь предлагает такой вариант, которого на ленте нет. Вот если соблюдение связи есть прямо на ленте, то вот этот вариант переместить дату окончания на вторник, 25 мая, такую команду, ну ее можно вытащить на ленту, но изначально ее нет и она, собственно, в глаза-то не бросается. Можно выбрать эту команду Project рассчитает для второго модуля вот эту дату окончания, но задача останется в ручном режиме. Вот этот кейс, он показывает, что ручные задачи, в случае, если эта задача суммарная, это те задачи, которые игнорируют еще и иерархические связи. Ну то есть хронология игнорируется, иерархия игнорируется, и вот зачем уж необходимо было бы переводить в ручной режим суммарные задачи, это мне в принципе неизвестно, тут я ничего не могу сказать, потому что у нас же в принципе может проектирование с производством и тестированием в принципе куда-нибудь далеко-далеко улететь на июнь, например. Вот я, допустим, на 1 июня смещаю, сохраняя связь, смещая все подчиненные работы, а суммарный модуль, он как был в апреле, в мае, так и остался. Ну то есть полностью разорвана, потеряна связь между суммарным агрегатором и всеми вложенными подчиненными задачами. Да, можно, конечно, в любой момент перевести в авторежим, восстановить вот эту связь, то есть скобочка, она снова выравнивается по всем подчиненным отрезкам, но, скажем, вот тут прикладной ценности я на самом деле не вижу никакой. Я верну все, как было, в исходное состояние. И вот на этих двух примерах понятно, что ручные задачи – это задачи, игнорирующие хронологические зависимости и иерархические связи. И вот еще один тоже вопрос, который возникает, как избавиться от этих ручных задач, потому что далеко не для каждого проекта актуально вот так на ручном контроле держать какие-то отдельные задачи. И я знаю, что в компаниях иногда проектные офисы, они прямо запрещают руководителям проекта использовать ручной режим планирования, потому что никаких таких внешних условий, никаких таких внешних подрядчиков на проекте не предполагается. Как это можно сделать? Тут ситуация такая. Если сейчас создать любой новый файл в проекте, вот можно просто для примера создать новый проект, любой новый проект будет предполагать, что все новые задачи будут по умолчанию создаваться в ручном режиме планирования. Microsoft однажды вложились в разработку этой функциональности, вот теперь довольно навязчиво ее предлагают. Но можно это изменить через параметры конкретного файла или через параметры вообще приложения Project. Это вкладка «Файл», команда «Параметры» и вот раздел «Расписание». Можно установить режим для новых задач и сделать это или для текущего файла, текущего проекта, или в принципе для всех новых проектов сообщить о том, что надо по умолчанию все задачи планировать в авторежиме. И если это установить для всех новых проектов, то теперь уже любой новый создаваемый проект, он будет предполагать вот этот вот авторежим. Но это полностью не исключает возможности задачи в ручном режиме. Можно, видите, когда-то ошибочно, ну, случайно там поменять, например, длительность суммарной задачи, и она перейдет все-таки в ручной режим. И вот на самом деле в проекте есть способ, как можно полно включить возможность планирования задач вручную. Этот способ может быть не всегда удобен, ну, и в принципе о нем мало кто знает. Если никогда случайно с этим не сталкивался, то вряд ли это интуитивно можно понять. Но такой способ есть. Можно файл любой, новый или любой имеющийся файл, сохранить в формате предыдущего поколения. Ну, то есть вот в окне сохранения файла выбрать тип файла Microsoft Project 2007 версии. И как раз предыдущее поколение совершенно не знало о том, что могут быть ручные задачи, может быть вот какая-то такая история. Вот я сейчас перевожу этот проект в режим совместимости. Можно посмотреть просто в заголовке самого проекта, в версии, которая распознается этим предыдущим поколением. И все, я не могу уже переключиться ни для новых задач, ни имеющиеся задачи, ни осознанно, ни случайно, я не могу переключить в ручной режим. То есть вот тут они будут в этом файле, они всегда будут там строго принудительно в авторежиме и больше никак. Единственное, только при таком способе, вот если сохранить проект в этом предыдущем поколении, мы теряем еще одну функцию, которая используется для планирования сценариев, сделать задачу активной или неактивной, то есть включить или выключить ее из расчета расписания проекта. А без этой функции все-таки полноценный анализ допущений и анализ сценариев в расписании проекта невозможен. Поэтому, ну как бы, если такая функция нужна, то так не надо делать. Если вы работаете в редакции стендарт, не профессионал, а стандартный проект, и там просто нет этой функции, хотите запретить себе или вашим пользователям переводить задачи в ручной режим, пожалуйста, сохраняйте файлы в формате Microsoft Project 2007 и все. Здесь все принудительно заморожено уже в авторежиме. Вот такие вопросы, которые хотелось сегодня рассмотреть. Ну, то есть, если сделать какой-то общий вывод, общее резюме, то ручные задачи – это задачи, которые игнорируют хронологические и иерархические связи. Ну и в части игнорирования хронологических связей ручные задачи могут быть полезными. Тогда, когда, ну, задача, она действительно должна быть привязана к каким-то датам необновляемым до тех пор, пока пользователь не решит эту проблему в жизни. И потом свободно обновляемым через, например, соблюдение связи и расчет новых дат по задаче и, собственно, по всему проекту в целом. У ручных задач есть еще парочка таких особенностей, которые отличают их от авторежима. Ну, например, к особенностям ручных задач. Это уже следующий вопрос, следующая такая микротема. Относится то, что для автоматических задач запланировать длительность можно в днях, в неделях, в месяцах, в минутах, в часах. Ну, то есть можно там вместо 10 дней поставить, например, длительность 2 недели и рассчитать даты. Но для автоматической задачи не получится внести в поле длительность никакую текстовую заметку. То есть текст тут работать вообще не будет. Автоматическая задача. Project скажет, что длительность такая, она не поддерживается в этом поле. А вот если эту задачу перевести в ручной режим, а у меня же режим совместимости-то на самом деле, да. Сейчас я вернусь к проекту, который не в режиме совместимости, а который проект. И переведу задачу в ручной режим. Вот здесь я смогу написать какой-то, ну, просто текст, да. Например, я понятия не имею, сколько длится эта задача. И, пожалуйста, проект, ну, не знаешь и не знаешь себе, да. И то же самое касается дат начала, окончания задач. Я могу вместо окончания 11 мая написать, что мне надо закончить эту задачу как можно раньше, например. И вот с такими текстовыми заметками может показаться вдруг, что в проекте бывают задачи без длительности. На самом деле это не так. Задач без длительности нет и быть не может. И там, где мы не знаем, сколько длится производство, проект-то на самом деле знает, потому что эту задачу в любой момент можно вернуть в авторежим. И проект откуда-то из памяти возвращает предыдущее значение. И на самом деле для вот таких вот ручных задач, помимо длительности, есть еще поле, в котором хранится настоящая длительность. не текстовая заметка и не что-то в процентах или со знаком вопроса, а вот то, что является истинным значением. И там, где мы не знаем, сколько длится задача, если мы на эту задачу назначим исполнителя, он у нас 10 дней по 8 часов каждый день будет работать. И об этом нужно знать. Длительность, просто поле длительность, такое декоративное. Сюда можно для ручных задач, вот, пожалуйста, текст писать. А вот настоящая длительность, это столбец запланированной длительности. То же самое касается дат начала и окончания. Запланированное начало, запланированное окончание. Это поля, которые хранят истинные значения. Для автозадач они будут совпадать, просто длительность и запланированная длительность. А для ручных задач могут не совпадать. Но истинная запланированная длительность у задачи есть всегда. То есть даже если задачу создать в ручном режиме, она создается вообще без длительности. Вот такая запись в базе данных, где в поле длительность пусто. И в полях начала и окончания тоже пусто. А запланированная длительность при этом у задачи, тем не менее, есть. И вот такие особенности ручных задач, их, конечно, обязательно нужно учитывать при планировании. И, собственно, когда мне попадаются графики проектов, настоящих проектов, там, где ошибиться в одном дне, в расчете, может стоить миллионы рублей. И я вижу в этих графиках, проектах задачи, много задач, иногда несколько десятков или сотен задач, запланированных вручную, становится тревожно, потому что, ну, как бы не уследишь за вот этими красными подчеркиваниями. Надо, кстати говоря, понимать, что работают фильтры, по столбец режим задачи, всегда можно посмотреть, есть ли в этом файле ручные задачи. А для того, чтобы не просто глазами сканировать 2000 строк и смотреть, нет ли где-то в датах окончания красного подчеркивания, надо тоже знать о том, что есть вот столбец предупреждения, и там, где в задаче возникает какая-то любая проблема, в столбце предупреждения появляется значение «да». И всегда это красное подчеркивание, это всегда вот такой нехитрый фильтр, по которому можно отобрать все проблемные задачи. Ну и так далее. И вот это все, конечно, абсолютно неинтуитивно. Project вообще весь неинтуитивен. И вот я в самом конце обещала рассказать о том, как осваивать работу с Project. Потому что просто открыть программу и обо всех вот этих вот нюансах догадаться, ну как бы еще с ручным режимом можно разобраться. А вот там, где речь идет уже о ресурсах, о назначениях исполнителей на задачи, о тех расчетах, которые происходят в объемах работ, в длительностях, собственно, в датах, начало-окончание задачи всего проекта в целом, там уже просто догадаться о том, как устроен Project невозможно. И когда, в какой момент фиксировать базовый план, и как обновлять проект так, чтобы рассчитывался правильный процент завершения, рассчитывались правильные отклонения. Вот можно, если самостоятельно осваивать Project, можно много лет потратить на то, чтобы разобраться с этой функциональностью. Или прийти на обучение, потому что вот в смысле литературы в Microsoft Project все не очень. Одна книжка есть Алексея Просницкого по 2016-му проекту, прочитав которую, ну можно освоить работу с этой программой, но эта книжка большая, ее прочитать, ну ее и читать долго. Или все-таки сэкономить себе сильно много времени и прийти на авторизованный курс Центр Специалист. Это партнер по обучению компании Microsoft, и у нас в линейке курсов по Microsoft Project есть курс, который авторизован в библиотеке Microsoft. Соответственно, все слушатели получают официальные материалы по этому курсу, и он 40-часовой. То есть это обычно по расписанию, ну такое пятидневное удовольствие, с понедельника по пятницу, и я вот вас с удовольствием приглашаю на ближайшую группу, она начнется 15 марта, то есть со следующего понедельника и по следующую пятницу. Вот 40 академических часов. Сейчас на эту группу можно записаться уже только онлайн, потому что у нас сейчас действуют, ну понятно, ограничения там по количеству очных слушателей. Вот, а если есть желание очно присутствовать на группе, то можно на нашем сайте просто посмотреть актуальное расписание. Расписание составлено до конца года, есть и вечерний формат, и формат выходного дня, кому-то по субботам, по воскресеньям удобнее заниматься. И это единственный курс, на котором рассматривается вот так подробно, как мы сейчас рассмотрели, рассматривается вопрос, например, ручного и автоматического режима. Потому что все остальные курсы по Microsoft Project, ну они как бы так очень скользь, коротко упоминают, что вот есть еще ручные задачи, но давайте мы все-таки будем в авторежиме планировать. Вот, а когда-то ручные задачи могут понадобиться. Поэтому если для вас важно и актуально освоение полной функциональности программы, то это курс с номером 55295AC в нашей всей линейке. Вот, это то, что хотелось рассказать. Теперь, коллеги, если есть какие-то вопросы по этой теме, или может быть вам хочется что-то рассказать там о своей работе с Microsoft Project или задать вопросы за рамками этой темы, пожалуйста, сейчас время для вопросов и ответов. По микрофону можно вопросы? Да, конечно. Конечно, Александр. Скажите, пожалуйста, при автоматическом режиме, я так понимаю, туда, вы сказали, вначале вводятся все исходные данные, но я так понимаю, для планирования исходными данными являются те, которые утверждены в каких-то нормах выработки, чтобы потом по алгоритму все это посчитать, длительность посчитать и архитектуру, будем говорить, проекта построить, вот, правильно я понимаю? Ну, в оптимистической картине мира, да, если у вас эти нормативы есть, если есть какая-то историческая информация в компании, накопленная по предыдущим проектам, и вам есть к чему обратиться, вы можете взять это за исходные данные. Ну, в принципе, эти исходные данные, они являются как бы законодательными моментами, по которым любая фирма контролирует, отсчитывается, или еще какие-то юридические аспекты решает. А другой такой вопрос, вот вы сказали про ручной вариант, да, с точки зрения как бы практических выполнений и реализации прежних проектов была такая форма, как, например, на каждом каком-то этапе проекта проводились как бы подведения итогов. Ну, это будем так говорить чисто организационно, вот, программно. Это можно как-то вот после каждого этапа делать вот это подведение и на основе этого корректуру самого проекта, который бы доводился, я так понимаю, и до диспетчера, который отслеживает проект, и до конструкторов, и для руководителя, вот, и для подрядчиков, вот, неужели такое невозможно автоматически как бы заложить, чтобы не было вот этих ручных всяких, тем более при большом количестве операций проекта, чтобы не было вот таких вот ручных вмешательств. Ну, во-первых, вы не сможете ничего сделать с тем, что этот график редактируемый. Какая разница в ручном или в автоматическом режиме, его все равно пользователь, который открыл этот план для редактирования, все равно сможет поменять. Это во-первых. Во-вторых, в проджекте есть такое понятие, как зафиксированный базовый план и обновление этого графика уже по факту с тем, чтобы сравнить факт с базовым планом и понять, насколько мы от базовых обязательств отклоняемся и как эти отклонения надо учесть в остатке проекта. Естественно, поменять остаток проекта так, чтобы не просто констатировать, что мы не успеваем сделать этот проект в срок, а все-таки успеть его сделать в срок. Но это неизбежно будет означать, что нам остаток проекта нужно будет поменять. Но окей, в автоматическом режиме, вручном, в каком-то режиме нужно будет поменять остаток проекта. Да, конечно, это возможно. А вот третий вопрос ваш про доведение до диспетчеров, ну и до прочих заинтересованных сторон на проекте. Тут не так все оптимистично. Все-таки Project Professional это файловая система, и у кого-то, у одного есть перед глазами этот файл. И если вам надо вовлекать в работу на проекте несколько десятков, сотен участников, то возможно вам нужно подумать про Project Server. Вот серверная версия, она умеет доводить до информации исполнителей то, что поменялось на проекте, а локальный Project нет, не умеет. Ну то есть, если говорить о зонтичном бренде Microsoft Project, то серверная, сетевая, корпоративная версия, другая, я ее даже показать сейчас не смогу, у меня под рукой сервера нет. Там коммуникации между участниками реализованы. Локальный Project это инструмент календарно-сетевого планирования, ресурсного планирования, бюджетирования, ну и план-факт, аналитика по отклонениям. Вот так, Александр. Ну вот вы сказали, есть локальная версия, есть сервисная, да? Тогда насколько ценовая, так сказать, составляющая у них различается? Я понимаю, что сервисная может быть с разными. Да, понятно, да, вопрос понятен. И по, будем говорить, возможностям вычислительной техники какая, потому что локальной можно взять какое-нибудь мелкое юридическое лицо, а можно взять организацию, завод, а можно взять просто какую-то, будем говорить, лабораторию. Масштабы очень разные. По ценам отличается, конечно. Я вас по ценам сориентировать-то не смогу. Мы учебный центр, мы не продаем Project. Это вам надо посмотреть просто или в интернете актуальные цены, или обратиться к системным интеграторам, которые внедряют Project в компаниях. И серверная, она, конечно, существенно дороже, потому что она предполагает, что локальный проект у пользователей тоже будет, помимо вот этих вот сервисов коммуникативных, корпоративных. Но это вы уже под свой масштаб смотрите, да, принимаете решение, делаете выводы, какой вариант вам нужен. То есть градация есть, я так понимаю? Есть градация и для малого, и для среднего бизнеса, и для очень крупных компаний. И в моей практике самые разные примеры встречались, в том числе небольших компаний, которые работают с сервером. Или наоборот, огромных холдингов, корпораций. Тогда такой вопрос. Не очень хорошо слышно вас, Александр, я не услышала вопрос. Какие-то помехи на линии. Такое вопрос. До нас образовательные стороны этого. Александр, у меня при всем желании не получается догадаться. Сейчас слышно. А вот скажите, пожалуйста, вот вы преподаете как бы образовательную сторону этой проблемы. Насколько на отечественном рынке в производстве в разных отраслях востребовано и используется реально эта программа? Очень востребовано и очень используется на практике, в том числе и на моей практике. У меня несколько проектов сейчас в работе с разными компаниями. И это и производство, это и строительство, в том числе строительство специальное. То есть для хороших специалистов в серьезных компаниях эта программа известна, я так понимаю. И они ей пользуются, правильно? Очень известны и очень пользуются, потому что, ну понятно, в любой компании есть проекты, есть управление проектами. И проекты надо планировать. Можно их запланировать в Excel, но это будет статичный график, необновляемый. А можно это сделать все-таки, пользуясь мощностями Microsoft Project. И это будет динамично обновляться, вот как мы смотрели в авторежиме. Все время рассчитываться, пересчитываться, все выходные параметры. Спасибо большое. Спасибо вам. Коллеги, может быть еще какие-то вопросы у кого-то есть? Если нет вопросов, ну, наверное, это все, что я хотела сегодня рассказать. Спасибо вам большое за участие в этом семинаре. В ближайшие пару недель запланировано еще несколько семинаров. Вот один из них посвящен как раз вопросу управления проектом на критическом пути. Тоже, если для вас важна, интересна, актуальна эта тема, записывайтесь на этот семинар. На сайте специалист.ру. А мне остается вас поблагодарить и пожелать вам удачи в управлении проектами, в работе с Microsoft Project. И всегда будем рады видеть вас в качестве наших слушателей. Спасибо и всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.